Раннее христианство и Вселенские соборы Доброго здравия духа и чистоты разума Итак, если вы подумали, что после принятия никейского символа веры все зажили дружно и спокойно, то вы глубоко ошибаетесь Во-первых, пока Ари отправился далеко и надолго, его коллега Евсевий Никомедийский не отказался от своих взглядов, как и большинство ариан Как и большинство ариан, которые подписали договор и благополучно забили на это На Западе и вовсе продолжали использовать старые символы веры просто потому, что им было до фени, что там у восточных происходит Когда на Западе императором стал Констанций, то он вообще хотел внедрить арианские мысли в церковь Правда, как равнодушно к борьбе с ересью относились на Западе, так же равнодушно они отнеслись и к попытке перетянуть их на сторону Ариан К примеру, был такой священник Иларий, и жил он в городе, ныне называемом Пуатье Так вот, он писал, клялся и божился, что кроме как местных символов веры он не слыхал А Никейский символ услышал только тогда, когда его отправили в изгнание, хотя и был солидарен с мнением собора А это примерно 350-й год, то есть прошла четверть века, а в некоторых местах на Западе люди и не знали, что есть такой символ веры Либо врали, что не слышали о таком В любом случае, такое незнание и сподвигло Папу Римского с епископами не влезать в разборки восточных патриархов, пока те сидели и наблюдали, как ариане созвали собор 341 года в Антиохии Где подчистую отменили легитимность Первого Вселенского собора, а арианство объявили главенствующей ветвью в христианстве Казалось бы, все, победа, и можно уже вернуться к спокойным молитвам и налаживать контакт с Папой Но из среды полуариан выдвинулся деятель, который решил, а чего это Христос? Творение Божие, а Святой Дух? Нет В общем, этот персонаж, имя которому Македоний, начал готовить программу того, что Святой Дух не имеет божественности и тоже есть всего лишь творение Сам Македоний дважды становился епископом Константинополя при поддержке императора Константа, буквально выгоняя на мороз своего соперника Павла Который ездил в Рим жаловаться как папе римскому, так и императору И тот даже пригрозил своему брату войной за самоуправство в вопросах церкви Но Македоний только возглавил и объединил всех тех, кто считал, что Дух Святой не имеет божественности Изначально не было никакого лидера, а самые известные названия этих групп были Духоборцы и Македониане Противоречия Ариан и Духоборцев не помешали им присутствовать в 341 году на Вселенском соборе в Антиохе Это собрание всем миром окрестили как Разбойничий собор Примечательность этого собора в том, что хоть его и признали разбойничим, но предали статус поместного А через пару веков, когда уже окончательно за ним закрепился статус еретического собрания Многие видные деятели христианства опирались на тезисы собора в Антиохе и даже приводили цитаты оттуда Но если в Антиохе Ариане просто попробовали свои силы и неожиданно для себя нашли поддержку в лице императора То к 355 году они уже созвали свой собор в Милане Чисто для того, чтобы объявить о гонениях на христиан и в частности Афанасия Великого К тому моменту в восточной части Римской империи единственным неарианином с высоким саном Который хоть как-то пытался бороться с ересью был Афанасий Александрийский Он же Афанасий Великий На Миланском соборе, когда настала его очередь выступать, его обвинили в политической измене На все возмущения о том, что неканонично это приплетать политику в религию Вышел император Констанций и начал угрожать мечом с фразой «Моя воля для вас канон» Афанасию в итоге удалось бежать в Египет, где он и скрывался А вот его современнику, папе Римскому, свезло меньше Когда к нему принесли бумагу с тем, чтобы подписать официальное закрепление арианства Как главенствующей ветви он наотрез отказался, за что его сослали в Афракию Таким образом, к середине IV века арианство практически взяло верх при императоре, который поддерживал ариан Однако это продолжалось сравнительно малый отрезок времени Впоследствии при Юлиане были отменены репрессии, пускай и ненадолго И была объявлена амнистия, после чего православие получило шанс отыграться И использовал этот шанс очень даже неплохо, перетянув на свою сторону даже тех, с кем были несогласны Одним таким несогласным был Аполлинарий Лаодикийский, который хотел сделать как лучше, а получилось как всегда К 360 году Аполлинарий стал гепископом, когда и начал развивать свою деятельность Он, в противоречии арианам, стал утверждать, что Христос не человек И человеческого в нем только оболочка, и то не факт То есть это Бог во плоти И никейские решения о том, что во Христе соединились сущность божественная и сущность человеческая Для него было непостижимо Объяснял он это просто Человеческая сущность имеет свободу воли и склонность ко греху Последнего уж точно не было у Иисуса В итоге дух он заменил логосом и начал распространять свое авторитетное мнение В 362 году повсеместно его учения отвергли, но еретиком не признали Что и помогло впоследствии победить ариан Данные события показывают, что даже к 4 веку единства в мнении о Христе до сих пор не было По словам Григория Богослова, можно понять, что каждый думал как хотел Кто считал творением, кто божеством, а кто-то был умным и обходил этот вопрос Считая, что оно того не стоит, а обсуждать такие вопросы А тут еще до кучи Юлиан II решил вспомнить старые добрые времена, когда гоняли тряпками христиан У него было два запрета на исповедание христианства на перифериях Один указ о расселении христиан, возможность выгонять на мороз православных Множество претерианцев, язычников и колизеев Не то чтобы это был необходимый запас для гонений Но если уж решил погонять верующих, становится трудно остановиться Единственное, что вызывало опасения, это пытки и казни Ничто так не вызывает ужаса, как распятый христианин на дороге Или растерзанный православный на арене Но все знали, что император скоро перейдет и на эту дрянь Поначалу Юлиан просто притеснял их и пытался вернуть язычество Но когда распробовал, уже невозможно остановиться И пошло насилие в духе школы старых императоров Но гонения закончились так же быстро, как и начались Практически сразу же после смерти Юлиана в битве с персами угнетения прекратились Это была последняя вспышка, которая показала всем, что язычество не такое уж и миролюбивое Что и ускорило процесс христианизации мира А мы вернемся к событиям, пришествующим Второму собору После смерти Юлиана все дружно перекрестились и также дружно возобновили споры Помимо догматической составляющей появилась еще и другая проблема В Антиохии внезапно появилось два епископа Вообще, как видно по циклу, практика двух епископов на одном стуле не прекращалась ни разу Причем если ранее священство либо сразу делилось на два лагеря и начинало вражду То здесь они попытались сначала понять, что делать А уже затем начали выбирать сторону В какой-то степени уже можно узреть прогресс в мозговой деятельности людей В какой-то степени уже можно узреть долгожданный процесс в мозговой деятельности людей В 379 году на престол Восточной Римской империи сел Феодосий Полководец, участвовавший в экспедициях в Британии И окончивший очередную войну с Готами Возможно, повидав мир, он и понял, что в христианстве слишком много мнений Став императором, он использовал возможность более подробно изучить материал И уже через два года он решил созвать собор в Константинополе О котором мы поговорим в следующей части Вы прослушали очередной подкаст сообщества Катехизис Катерсис Будем признательны вам за обратную связь в комментариях А также напоминаем, что подкасты существуют исключительно на ваши добровольные пожертвования Спасибо Услышимся Кат-кат После него вас разводят так, что вы похожи на пьяницу из старой ирландской новеллы Полная утрата двигательно-опортных навыков Валлюцинации, потеря равновесия, имеет язык Начинаются бояки отказывать позвоночник Подкаст Продолжение Давно вышло Китикат Все еще давал кайф Он медленно выходит Первый час вы ждете А потом в начале второго часа вы начинаете проклинать того кретина Который вам продал эту байду Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok